доброго вам здоровья друзья привет сегодня 20 октября и мы находимся с вами на границе днепропетровской и полтавской областей в таком шикарнейшем лесу очень чистом этот лес менее распиарен нежели шульговский ну что посмотрим же здесь так хорошо потому что нету никого ни единой машины не стояла у дороги заехал в лес мы тоже никого не обнаружили первая наша находочка это масляночек сейчас прям маслята так массово стали расти и мне кажется они как сорняки забивают беляшей крамольную вещь конечно я сказал для любителей маслят таких как катюша но все же в тех лесах где мы охотимся на беляшей приезжаем всегда мы находим лишь масляток ну вот кажется катя встретила того за кем мы сюда приехали да а вот смотри тоже какой-то 100 процентов тоже беляшек 1 вот они только вот начали расти фарфоровый беляшек сюда надо сюда надо дела и идти в эту сторону молодец вот чтобы было понятно катенька здесь нашла своего беляшека и пошла вон туда рано она ушла друзья мои отсюда потому как здесь прямо на поверхность вылезла вот такая вот большая шляпа ты видишь катя оттуда прям до ну кому как повезло да ух ты такой очень крутой и там комар грелся под ним он уже убежал очень крутой я таких крутых давно не встречал у у нас обоюдное счастье карте кричит еще один нашла смотрите какой я не пойму че у меня такие размерчики попадаются ничего я все-таки надеюсь что мне попадется и большой но я если честно и таким размером тоже очень рада дим смотри и дукатик а здесь еще головы торчут это же беляши беляши 1 и 2 какие они холодные сегодня на улице было уже 0 градусов утром я не знаю что там было ночью ну дай бог что не померзнет гребница и будет еще плодоносить вот они ели катя свои шляпочки на поверхность высунули мне кажется вот еще катя смотри вот это мы на полянку попали подожди-ка ой блин тут нога отломалась ну ничего она там короче заживешь какой детский стад да вот эта полянка надо здесь очень все скрупулезненько проверить радует тот факт что мы здесь первые по всей видимости сегодня катя наш гид по этому лесу она ведет она показывает куда и правильно ведет посмотрите только же мы зашли в лес и сразу беляшики попались правда только что чуть не произошло большое несчастье ведь я когда начинаю срывать белый показываю вам нож всегда втыкаю в землю а потом забываюсь ну почистил гриб и пошел пошел дальше и мац мац по карманам а ножа нету и катя говорит ты гриб срезал где вон там вот иди ищи смотри смотрю действительно торчит и вспомнил одну смешную историю связи с этим когда-то мой дедушка еще очень давно покойный царство ему небесное ездил куда-то в город получать зарплату вот а жили они в селе каково же было отчаяние когда он по приезду домой по карманам также мац мац нету денег это был ужас но мудрая бабушка царство и небесное догадавшись в чем дело спросила деда ты по дорозе справляты по требу седал кажи седал но ты ды и шукай деты седал дед пошел и вспомнил девин седал и действительно лежала там зарплата рядышком так и я гриб срезать седал седал вот то там и свинь ножики шукай все время нас теперь тянет куда-то бежать дальше дальше а надо ведь хорошо обследовать места где мы уже нашли вот видите он нож уже в такую не надо спешить ну да кроме белых здесь еще радуют такие блюдце подобные маслята масленочек хотел снять иголки кожица потянулась господи а я нашла смотрите какой бугорок сейчас с вами посмотрим что же там такой высокий и так это же белая золото смотри какой ничего себе так очистим тебя показать людям кать показать многие блогеры вот так делают а ну послушайте звук это говорят для того чтобы с него споры посыпались мне кажется это такой еще подросток не половозрелый еще ничего не посыпется да ну очень красивый катер разрешили я его можно я я же его нашла это класс я хоть ямку прикрою это честь для меня обалдеть супер а я даже отказываюсь думать о том что он здесь один был и тут катя вот такой цвет как будто березовый березы близко нету размерчики увеличиваются прям шляпка видел да вот акации есть рядом все таки не могу я не взять такой прекрасный зонтик я конечно буду смотреть как он себя будет вести у меня в корзинке а вдруг мимо автомобиля буду проходить конечно же его там по выложу опять говорю диме смотри какая красивая полянка чудесно тут такой мох красивенный я вам сейчас кое-что покажу а вот такая красивенная голова торчит ой я прям не могу я как нахожу эти беляши у меня столько выбрасывается в кровь гормона счастья что у меня прям воздуха мне не хватает не могу просто прям трепет какое-то волнение даже не знаю но очень приятное ощущение скажите у вас есть такое когда вы найдете белый гриб получаете ли вы такое же колоссальное удовольствие как я класс вообще это ты у зрителей спрашивала про чувство когда ты беляша находишь так я тебе тоже отвечу у меня тоже такое чувство пусть даже и маленького чувство полета такое же чувство у бориса моисеева он когда-то пел держите меня улетаю поисках беляшей я надыбал целую поляну маслят скоро их будет некуда складывать посмотрите они все на поверхности так хорошо видно это говорит о том что здесь никого не было наши предположения подтверждаются так что катя давай не ленись помогай срезать все красивые очень как и лес как и мы как и мы начал с другой стороны обходить эту маслятную полянку и посмотрите кто тут меня порадовал своим видом грибное местечко хочется отметить что мы заходили в участок где хаотично растут сосенки там ну практически ничего не встретилось кроме масляток катя все время зовет на участок где рядами высажены они здесь и ходить приятней так все светло и свободно а еще немаловажно для катя что мы здесь ни одной змеи еще не встретили за все эти разы что сюда приезжали в прошлый раз видео я испугалась двух змей и вот многие пишут там что я там притворяюсь там или у меня должен быть уже иммунитет к этим змеям но у меня настолько такой огромный страх к ним что это как будто как фобия какая-то я не могу ничего не говорить у меня сразу текут слезы в общем паническая какая-то паническая какое-то такое состояние которое я не могу контролировать поэтому у меня такие реакции я думаю у многих такие реакции на этих всяких ползучих тварей я вот думаю проверить низинушку низинушку где березушки спускаясь увидел шляпушку беляшоночка полячка о и я нашел двоих полячков пока к тебе шел троих толстоногих смотрите вот он беляшик вот он полячок полячки побеждают численностью Катя уже жалеет что рассказала мне тайну где растут полячки иди вон отсюда да нет уж теперь меня отсюда поганой метлой не выгодишь смотри такой же как у тебя красивенький у тебя вообще уже супер а я прошел здесь кстати ух ты ё-моё и рыжий а не это горькушка ладно горькушка пусть растет смотрите один второй третий а я тебе все оставлю Катя чтоб ты почистила тут их море я вот один сбил эх я да но заберу все равно заберешь Катя вот эти вот да а я пойду там еще в березоньки похожу мы просто знаем что в этом лесу поляки вообще не представляют никакой редкости ну должно было так быть и посмотрите я тебе даже Катя беляшик этого оставлю какая щедрость чтоб тебе приятно было да а дед его нашел в березах да в березках спустился это просто грибное место такое если оно грибное то здесь разнообразные грибы попадаются благородные какой-то еще бугорочек здесь рядышком вот вот и Диме беляшоночек вырос катеж мы тут оставили вот такой приятненький здесь же только под сосенкой я увидал бугорочек сейчас мы с вами вместе его откроем что же там вы уже видите что там беляшик да вот здесь в низинке видите это такой подъемчик ну мы в ямке с вами находимся ну давайте же проверим второй бугорочек я уже вижу там виднеется что-то беленькое это беленький да они только как это начали видно только вот начали расти вот он еще песочки иногда попадаются просто впечатляющих размеров полячки вот из под пня такая голова интересно можно и пень разрушить ради него хороший но бывает еще больше вообще заметил что как-то эти полячки вот маленькие вот маленькие перед этим я нашел из шишек росли этот из пня они что ли какие-то паразиты понаходила я тут только что польских немножко хочу с вами проверить вот такой вот бугорочек вы видите вообще не видно ой какой он он как бочоночек суперовый так закрываем не могу вам не показать изобилие тут этих польских они конечно тоже очень шедеврально красивые грибочки вот пожалуйста я уже там подсобирала вот вот надо прям очень очень хорошо смотреть потому что они очень прячутся кто любит дождевички пожалуйста здесь в траве просто море эти уже более такие коричневые там я встречал совсем белоснежные прям в траве вот о чем я говорил ранее посмотрите он прямо из шишечки этой шишка Кать ты видела то из пня то из шишечки и ножик потеряла и мы вернулись его поискать но я нашла беляша я даже не пойму где я его могу беляш красивый а нога нету почистить ну щас сейчас найдем ты где-то тут где-то тут ты палечка находила тут где-то да там нож тут 3 копейки стоит ну просто чем сейчас орудовать нашла да молодец ну пока мы его искали беляшика зато нашли ну да я не пойму как я его могла потерять а вот так он открытый был встречаются уютные места за холмами где так тихо я значит залезла на эту гору и вот смотрите какой масленок это просто вот моя рука а вот масленок смотрите какой он идеальнейший смотрим даже не верится что он такой хороший вот кажется Катя нас привела на ту заветную полянку где мы когда-то тут скрываясь от людей которые вот в этих молодых сосенках были вот так их обходили и собирали они по периметру так нас гоняли чтобы мы на их полянку не зашли вот заходя на нее полячок нас встречает тоже видите как из-под дерева растет вот этого разлагающий гася видите сапротрофик и сейчас и сейчас на вот этой полянке куда нас привела Катя белячков пока не встретили но зато польские здесь растут не по одному кое-где по три по четыре Катя там находит как сказал бы Борис Моисеев в своем стиле мой шоколадный заяц мой ласковый мерзавец мой сладкий на все стул я вообще такую брехню наверное брехню прочитал в интернете что якобы еще во времена царской России российские купцы продавали белый гриб на Польшу его было мало и смешивали с вот этим вот может быть было наоборот и потому он польский польский белый некоторые называют ароматные несмотря на свои вкусовые качества превосходные они не относятся к высшей категории грибам знаешь почему потому что меняют цвет а я тут в этих молодых побегах дуба обнаружил уже не первый и не второй поляк есть даже один крупный экземпляр вот о а есть вот такие вот малыши о о какие семейки растут не знаю сколько наверно три штучки сразу для меня грибы такие же ценные как и маслята например а вот кстати и они маслята стоят в стоя на коленях можно собрать немало грибов на одном месте И это я еще не смотрел Здесь в этих густых листьях Так вот На одном маленьком пятачке Я не вовремя выключил камеру Посмотрите и Катя тут уже лохматиться Начала И у меня Какой детский сад уже Здесь скопился Вот пожалуйста Я не встаю Они маленькие Их совсем не видно Уйма Сейчас я приползу к тебе Я пока полз Еще Один, два, три, четыре, пять Шесть А вот смотри Семь Вот это да Вот это мы напали Вот уж мы вылезли С этой полянки На горку Посмотрите какая высота И посмотрите Сколько польских Маленьких грибочков у Кати А ну-ка Вот это ты наковыряла Но они все чистенькие Очень Они классные тем Что их не нужно особо чистить Они уже чистенькие растут Там уже грибнички появились Мы увидели Ну дело к обеду Мы приехали не рано Как обычно И так Видим Два Два бугорочка Интересных Ритуал Не буду дивиться Хай беляшиться Не буду дивиться Хай беляшиться Забеляшилась Кать Смотри А тут еще меньше Маленьких грибочков у Кати Не буду дивиться Хай беляшиться Так Смотрим Огогогогоd Забеляшилась Катя Работает Фух Фух вы не представляете что я убрала позже будет прелестно прелестно я тут фух а у меня там не может найти а я то тут с ними вот вот они вдвоем прям как мы димой это собственно я а это дима катя это уже то о чем ты говорила я испытываю сейчас именно те чувства тут не надо не двигаться чтобы она беляшилась это просто сказка катя ты как хочешь я сейчас глотну слюну и покажу это тебе не бугорочки разрывать хорош устроился здесь на перинушке из мха я такие рады что капец набегал я бугорок сейчас с вами посмотрим а это он ой смотрите тут еще такие вот беляши гляньте шо кто-то открыл и тут пожалуйста беляши так мы этого маленького это возьмем уже мы движемся к автомобилю он там стоит и на пути встречается вам приятный такой беляш я помню это местечко мы тут как-то уже лохматили с катериной вот именно здесь такой ландшафт весь порытый а я слышал что грибница чтобы как бы выжить у нее инстинкт такой начинает где-то рыть нарушать и она сразу выпускает свои плодовые тела чтобы они рассеивали споры вот так у тебя уже полная корзинель у меня уже практически у меня уже нет сил ну я знаю кого ты сейчас будешь просить напрягать сейчас я добью свою корзиночку вот этой вот семенечкой приятной беляшей ой беляшей маслячку маслюшей устал уже дима заговариваться начал все до прекрасные дорогой ты меня тут ждал а я пришла да забрать это просто волшебство какое-то друзья дима давай сюда мою корзинку давай давай как раз он туда сейчас отправится торопись теперь ты согласен что иногда меня все-таки стоит послушать катя ты сказала зрителям что мы мимо машины прошли смахнули рукой сказали у нас еще время есть и пошли дальше искать красавчик конечно да я не хочу расстраиваться поэтому начиная корзину сама начинает как это наверное уже завершающий грибок на сегодня да мы уже возле автомобиля и будем с вами прощаться друзья как бы грустно это не звучало но прощаться ненадолго до следующей грибалочки спасибо что были с нами сегодня спасибо что пишите комментарии даете обратную связь на наши вопросы мы вам очень благодарна за это и очень нам интересно не забывайте подписаться оставить комментарий и поставить лайк всем пока